Хаммаги ассалам алейкум. Сегодня я хочу поделиться успехом нашей студентки Шахло Хамраевой, которая победила в конкурсе бизнес-акселерации со своим стартап-проектом. Добрый день, Шахло. Во-первых, хочу поздравить вас с вашей победой, с вашим первым достижением, таким большим, наверное. Расскажите о той программе, в которой вы участвовали, и о чем это все. Я попала, прошла отбор в акселерационную программу для стартапов, которая была ориентирована для студентов. У нас, в основном, были студенты. Мы получали лекции от международных экспертов из Кореи и от тоже наших местных экспертов лекции и задания. И на протяжении двух месяцев мы их выполняли. В конце программы у нас был демо-дэй, это когда мы все участники стояли, презентовали по 3 минуты, максимум 3 минуты перед жюри. Жюри были из UNDP, Yashlar, Agents League, по-моему, УЗВС, Юэндер сам. И мы рассказывали про то, что мы сделали как у нас в проекте. По результатам этого демо-дэй нам дали троим проектом лучшим, дали 85 миллионов на стади-тур, на учебную поездку в Корею. И еще 4 проекта получили по 10 миллионов сумм на развитие и на привлечение первых клиентов. То есть это так называемая программа бизнес-акселерации, да? Да, это была бизнес-акселерация, и они выбирают. А каким образом они выбирали? Выбирали в зависимости от идеи, от команды, по-моему, как могут осуществить, как не могут осуществить. Но в основном смотрели, мне кажется, на идею, на существимость. Можно ли это сделать? Было ли это полезно рынку, узбекскому, местному нашему? Расскажите о вашем мобильном приложении. Что вас вдохновило на его создание? И о чем ваше мобильное приложение? Мы разрабатываем мобильное приложение для изучения английского для взрослых людей. То есть какую проблему мы заметили? Я работаю репетитором больше двух лет даже. И в этот момент я перестала преподавать оффлайн, начала преподавать онлайн. До этого я работала с детьми и подростками, а тут мне начали приходить взрослые люди, онлайн. И они все взрослые. И просят ставить в необычное время, например, в 8 утра. Или наоборот, в 9 вечера. Потому что они все работают, они устоют. И у всех спрашиваешь на первом занятии, какой вы до этого учили английский? Они говорят, да, учил и забыл. Сейчас не нужен, сейчас опять нужен. Был не нужен, сейчас опять нужен. Да, и нужно восстановить. Или говорят, ходил в учебный центр. После работы человек находит время, силы. После полного тяжелого трудового дня приходят, садятся в учебном центре. Вокруг все 15-летние. Программа ориентирована на школьников в основном у нас на рынке. Потому что на это самый большой спрос. Тем, кто постарше, не так много мест, куда можно пойти. Ну и тяжело ходить оффлайн. Они даже если, например, платят учебному центру за индивидуальные занятия, программа все равно обычно ориентирована на школьников, которым надо поступить в университет. Поэтому мы делаем программу для более взрослого поколения. То есть это 30-45 лет. Потому что многие из них, когда учили в школе, например, не осознавали, как сильно им будет нужен английский. Когда они поступали, были очень мало университетов в Узбекистане, где нужно было учиться на английском. И сейчас они приходят, учат. И мы делаем предложение для них. То есть это больше какая-то профессиональная лексика, которая используется, профессиональная терминология, которая используется в работе. Да, профессиональная терминология. Мы еще также сейчас готовим курс по медицински-английски для врачей. Но он будет больше ориентирован на студентов. Потому что студенты, кто учатся в медицинском, им тяжело как-то ходить, совмещать. Особенно вот мы делали исследования. Младшие курсы как-то ходят на медицинский-английский, но и то еле справляются. А более старшие курсы, у них на это нет времени. У них своей учебы очень много. Мы хотим сэкономить им время. Также английский для юристов планируем делать в будущем. А насколько это будет... То есть это платное приложение? Да. Будет Google App Store? Да. То есть полностью воздействованы все. Мы планируем в ближайшее время, в ближайшее месяц, наверное, мы появимся на App Store и в Google. Человек может покупать подписку. Сначала какой-то пробный период, потом подписка. Плюс, как и уже албомы даем очень многих людей этой возрастной категории, то, что они приходят на курс, они получают теорию, теоретические знания. Практиковаться им обычно нужно найти какого-нибудь партнера, репетитора. Что мы сделали? Мы добавили искусственный интеллект. И каждый наш юзер сможет нажать кнопочку в телефоне, до 10 минут говорить спокойно по-английски, нажать «Продолжить». А дальше вам искусственный интеллект дает полный фидбэк, полный отзыв на то, все, что вы сказали. Про изношение, грамматика, по теме вы говорили или нет. И рекомендации вам даст, как улучшить. Также вы можете райтинг, например, писать сочинение в свободную тему. И вы также получите детальный отчет. Ну, помимо рейдинга, лысенинга, это у нас тоже есть. Сколько человек у вас в команде? На данный момент нас только трое. Я была тем, кто создал команду, собрал. Потому что, когда я только подавала на акселератор, на самом деле программы у меня не было. У меня было несколько идей, как сделать. Даже четкого видения не было. Было несколько вариантов. После того, как я пришла, у нас есть наш CTO. Он разрабатывает себе приложение. У него большой опыт в IT. Больше 10 лет. И также у нас есть дизайнер. Программу обучения мы купили готовую с авторскими правами. Но она рассчитана на занятия с преподавателем. Я получала TESOL и преподаю английский. Поэтому я сейчас занимаюсь тем, что я ее адаптирую. И подсказываю нашему дизайнеру и CTO, нашему отчетнику, что какое должно быть приложение, что оно должно уметь делать. Во время разработки приложений, во время вашего стартапа, с какими сложностями вы сталкивались? И каким образом вы преодолевали эти сложности? Возможно, какие-то эмоциональные перепады или технические моменты? Первое, это то, что в день начала акселерации мне не позвонили. Меня туда не взяли. Но у меня было внутреннее чувство, что я туда пройду. Я была уверена. Почему-то, не знаю почему. Я им написала на почту, говорю, Вы можете, пожалуйста, дать мне фидбэк. Мне вот не позвонили. Я хочу знать, в чем у меня проблема. Я буду над этим работать. Мне ответили сразу же, сказали, Напишите, пожалуйста, название своего проекта. Мы называемся English Online. И я пишу название. Мне говорят, звонят в тот же день и говорят, Вы знаете, мы заявки на почту отправляли все. Ваша заявка, сообщение попало в спам. Мы его не видели. Сейчас мы его открыли, показали нашим жюри. Вы нам понравились. Пожалуйста, приходите. Я начала программу позже, чем остальные. На несколько дней буквально я их догоняла. И мне сказали, это очень хорошо, что я написала и спросила. Если бы не написала, меня бы так и не нашли. Второй челлендж был у нас в течение программы. Нужно было брать интервью у людей. Кастомер интервью. Нам нужно было узнать, востребован ли продукт, который мы делаем. Будет ли это востребовано. И брать интервью надо было у людей, кто ваша целевая аудитория. Не ваши друзья и родственники. Их нельзя. Они всегда скажут, что у вас идеальная идея, вы лучшие. Я начала ходить. Просто людей, с которыми я когда-то сталкиваюсь, спрашивают. Я пошла со своей сестрой в пирсинг-студию. Она хотела проколоть ухо. И начала спрашивать людей, которые тоже там были в очереди. Это заметили владельцы пирсинг-студии. Говорят, что вы делаете? Я им объяснила, что я делаю. Они дали мне тоже интервью. Сказали, вы знаете, у нас вот в такой-то день большая очередь. Людей запись много. В общем, люди перед тем, как проколоть себе ухо, например, они должны просидеть 20 минут там, пока сработает анестезия. Чтобы ничего не чувствовать, чтобы не было больно. И в это время им обычно нечего делать. Они не будут против того, чтобы поотвечать на ваши вопросы. Они примерно ваша целевая аудитория по возрасту. Ну и убежать никуда не смогут. Они уже заплатили, ждут услугу. Ждут услугу, да. Вот. И я говорю, спасибо вам. Они говорят, приходите, спрашивайте их. Я пришла за один день. Я спросила, наверное, человек 30. За несколько часов буквально. Просто благодаря тому, что мне очень помогли владельцы этой студии. Такой челлендж. Ну и разработка. Потому что мы, когда разрабатываем, мы думаем, будет по одному. А потом вылезают в процессе миллион правок. Миллион правок. И из-за этого таймлайн задерживается. А если посмотреть назад, во время, в тот момент, когда вы начинали разработку вашего предложения, взглянуть на этот опыт по-другому, чтобы вы поменяли, возможно, чтобы вы добавили, или как по-другому вы, допустим, прошли свой путь? Ой, мы сначала изначально думали, чтобы протестировать идею, сделать минимальный вибилдий проток. Это минимально работающая версия, чтобы потестить, будет у нас идея работать или нет. И мы думали сделать вот этот минимальный работающий продукт не в виде приложения, а в виде телеграм-бота с теми же услугами, в принципе. И мы изначально, в начале нашей программы, мы убили, наверное, почти месяц на разработку этого телеграм-бота. В итоге он готовый, он есть, но мы не заливали туда контентом, потому что мы понимаем, что продать подписку на телеграм-бот и смотреть, будут ли люди этим пользоваться, это не совсем серьезно. Мы не получим тот уровень оценки, который нам нужен. Ну и, в принципе, люди будут более скепичны относиться, если мы решили, нет. Все-таки давайте мы побольше сил потратим на приложение сразу, чем мы будем делать телеграм-бот, тестировать потом приложение. Пропустим этот шаг. Вот, мы много времени и сил на это потеряли. Вот, если бы вернулся назад, я бы, наверное, сразу приложение начала. Вы упомянули, что карьерный центр вам помог каким-то образом найти программу. Расскажите немного больше об университете, о вашей жизни и какие активности происходят. Карьерный центр в БМЮ опубликовал эту возможность, они ее репостнули. И я узнала о возможности пройти в такую акселераторскую программу, бизнес-акселератор, благодаря карьерному центру в БМЮ. Что бы вы хотели пожелать своим однокурсникам и вообще какое-то напутствие для студентов, возможно, из вашего личного опыта? Ну, подписаться на карьерный центр в БМЮ, подписаться на ЮЭнтер, подавать заявки, если вы чувствуете, что вы подходите, вам бы было это интересно, и спрашивать всегда потом фидбэк, если даже вы не прошли, а почему вы не прошли. Не везде дадут конструктивный, но где-то, где дадут, вы сможете очень много интересного узнать. Может быть, вам что-то подправить надо, и в следующий раз вы пройдете. Или, может, вас просто, как меня, не увидели с первого раза. Ну и такой последний вопрос. Где ты видишь себя через 5 лет и какие планы на будущее? Ну, у меня это первый опыт в стартапе, в принципе. Я очень надеюсь, что у меня все получится в этом проекте, но если нет, я к такому готова тоже, что может быть. Я, наверное, займусь другим стартапом и постараюсь, наверное, получить дополнительные знания, может, на экстратуру поступлю. Как-то так.